Похоже на весну. Солнце ударило из зенита. Как-то уже невозможно вспомнить, потому что нельзя наморчить лоб. Только один глаз закрывается веком, остальные руками. Конфликтует тело с организмом, не на кого рассчитывать. Ну ладно, у нас с вами положение другое. Поэтому хотелось бы краткие отчеты по практике, вопросы, что, чего, как, то, что достойно обсуждения. Пропускайте, Маша. Сказала Маша, ладно, на счет солид. Так, что за неделю было, да? Не, может быть, тебе что сказать по поводу практики? Ну не знаю, я сейчас больше делаю акцент не на асаны, а на расслабление, то есть ищу наиболее удобное положение и пытаюсь расслабить мышцы в нем. Получается? Кажется, что да. Ну, наверное, да. Но у меня такая, не знаю, проблема это или особенность. Я заметила, что у меня голова расслабляется быстрее, чем тело, и из-за этого я теряю воспринимание тела и не могу ему заниматься, потому что я выпадаю головой. То есть получается, что, например, какой-то накопленный стресс сзади не нашлифует, и я сразу успокаиваюсь. Но с телом работает... У вас всегда постоянно гипертонус, поэтому тело, конечно... Ну, вот я и хочу его убрать, но... А может быть перед этим, вот вам может быть перед за этими йогой следует полчасика прогуляться, так? Ой, ну, у меня уже это не... поместится никуда, потому что у меня и так лучше всего. Я и... ну, спорт, и растяжка, и йога. А, ну тогда после спорта. Ну, я так и делаю, я так и занимаюсь. Все равно тело, ну, тут ничего не сделаешь. Нет, тело, оно есть, но я говорю, как только я расслаблю голову, тело забывается, и мне приходится себя прям возвращать. Это очень утомительно с точки зрения нервной... С точки зрения обычного состояния, это лишнее. Но вам никуда этого не деться. Вот, да, поэтому у меня практика занимает 25-30 минут, потому что если больше, мне плохо, я не могу дольше заниматься. То есть я могу через себя, может быть, сейчас, но я знаю, что на следующий день у меня может... Вы поймите одну простую истину, что вам приходится и так... По сравнению с нами всеми здесь сидящими, у вас на 70% больше, ну, как бы сказать, лишней работы, да, чем у других. Поэтому и гипертонус, отсюда и усталость, ну, поэтому расслабляться. И все. Вот, и еще как вариант я нашла, ну, то есть я делаю растяжку, запоминаю туда какие-то статичные упражнения, в которых у меня, ну, плохо тянется, допустим. И переношу их в ногу, ну, и просто в них сижу долго и пытаюсь поймать дзен. Все, может, то, что идет, то можно и делать. Ну, да. Путем тыка. Не идет, не надо. Идет, можно. Спасибо. Занимаюсь, что-то явного не могу сказать. Практику-то восстановили полностью? Да. А сон? Ну, сон часов в шесть выходит. Ну, все равно просыпаюсь в среди ночи один-два раза, потом тяжело. У вас вроде бы как бы совсем ничего уже? Потом от Новый год? Да, да, да. Нет, сейчас нормально, но в целом все равно, конечно, недосып накопился. Ну, а в самой практике вот либо такое полусонное состояние, либо постоянно себя приходится из мыслей вытаскивать, возвращать вот в тело сознание. Ну, полусонное, конечно, лучше. Ну, да. Я тоже так думаю. Нидра так же идет стабильно все. Один раз? В сутки один раз? Да, да, да. После практики я ее делаю утром. Заняты систематичны? Да. Ну, туда пока не очень. Только время, я так понимаю. Надо опять, чтобы вошли в тренд. Спасибо. Александр, что скажете? Ну, занимаюсь в основном где-то полшествого в шесть, то есть к концу рабочего дня. На работе все равно. Как-то прилаживаетесь, да, потихоньку? Да, пытаюсь выкроить там и время, и место, да, вроде пока получается. Вот. Делаю какие-то определенные осаны там, ну, стоячие, как вы сказали, в основном, да. После практики удается расслабиться? Да, я тоже вот заканчиваю. Почти заснул. Нидра-то я же делаю, да. Так, вот это после практики, да? Ну, последнее, после последнего упражнения там. И как оно получается? У меня не так много получается упражнений, я делаю там. Это неважно. Как получается нидра потом? Да, в общем-то, нормально получается. То есть голос есть, голоса нет, да, пунктир? Голос? Голос есть, голоса нет. Как это голос? Ну, пунктир, вот так. Вы слышите, не стоит, то ли не слышите. Так должно быть, по-разному. Или вы слышите все от начала до конца. Я не знаю, какой голос, имеете в виду. Ну как, вы же слушаете нидру, там голос читают. А, голос, да, ну нет. А, вот в этом смысле. Ну, да. Ну, бывает же, как и раньше, что-то там пропадает, да. Ну, не он и надолго, да, потом возвращается. Ну, конечно, я говорю, пунктир. Я не могу, да, полностью сосредоточить внимание, да. А, ну, может быть, действительно, последние два дня, вот я заметил, да, что-то много пропадает. Действительно. Очень хорошо. Если совсем пропадет. Это хорошо, что-то. Конечно. Ага. Если будете с первыми словами, значит, да, отъезжать, а с последними всплывать, это вообще прекрасно. Да, я думал, наоборот. Это, можно сказать, мечта поэта. Наоборот, думал, я же. Не надо, не надо думать лишь все. Ну, да. То есть, привыкаете, да? Да, привыкаю, да. С этим, вроде бы, это получается все, но почему-то, не знаю, это, наверное, с этим не связано, но вот то, что у меня вот аритмия есть, она что-то часто стала, там, практически через день. То есть, учащается вот эти вот вещи. А потому что нагрузка неспецифическая. А нагрузки еще большой нет, еще все впереди. Вот сейчас с апреля пойдет нагрузка, вот у меня на работе. Вот это будет нагрузка. Я думаю, что йога, нагрузка неспецифическая, непривычная. Да, там связано же с сезонностью, поскольку я горновому работаю. Вот сейчас земля открывается в апреле, и вот тогда будет нагрузка. Ну, смотрите. Да. С нагрузкой. Помните, был когда-то фильм «Деловые люди», там, как это мальчика ворвали, этого, там играет Витцин и Смирнов, такие два ковбоя. «Белые люди» называется? «Деловые люди». А, «Деловые люди». Да, там последние три новеллы, последняя дорога, последняя вошь в краснокожих, вот. А, вот. Другой конопатый пацан, они его воровали, чтобы потом выкуп. Ну, приехали, Смирнов взорвали, мальчик. Тут и полоская, полоская. Хотя у нас работа полоская, понимаете. Нагрузка-то хорошо, но... Проходите, Марта. Нагрузка-то хорошо, но... В вашем случае, поговорить за таким энтузиазмом, а то будет нагрузка. Посмотрим, ну, что ты делаешь. Надо, да, будет как-то регулировать. Все, хорошо, спасибо. Рассказывай, сколько лет, сколько лет. Не знаю, с чего начать. Ну, с чего-нибудь. А где были первые? Как там? В том, я скажу, где был, что делал. Я продолжал практиковать. А почему исчезли? По выходным у меня было много рабочих моментов. И по каким-то странным событиям, вот под конец прошлого года, мне не удавалось до вас доехать. Вот. Ну, вот-вот я приехал. Практику не бросали? Нет, практику не бросал. Интенсивность, она стала меньше. Но, как я вам рассказывал, у меня не только одна хатха-йога была. Вот. Когда кофе перестал пить, практика стала лучше. Но все равно по утрам это как русская рулетка. Может расслабить так, что дееспособность, она потом возвращается через несколько часов. Вот. Поэтому я не делаю ее... То есть размазывает, да? Да. Я не делаю ее длинной. И во время практики бывает такое состояние... В общем, состояние как будто... Ну, это не сон, но и не бодрствование. И оно ровно точно так же, как и в шавасане. То есть... Угу. И... Не знаю, как это работает, но у меня там появились новые проблемы с телом. Я вам потом расскажу там. С шеей и так далее. А в обществе состояние вообще как? Оно, ну... Допустимое? Да, допустимое. Я планирую и переезд вообще из Москвы. Не, спокойно себя абсолютно чувствую. Я хочу ближе к морю в России, ближе к Крыму, Севастополь. Думаю, Севастополь. Севастополь? Да. Ну... Севастополь, смотри, большой город очень. Там сейчас идет мощная стройка. Ну, как бы все обновляется, там строится. И там достаточно... Шумно? Много суеты. Там есть проблема такая. Понимаете, он же строился начиная с 45-го. Ну, то есть, когда освободили, там осталось 5 или 6 целых домов. Города не было просто. Значит, у меня есть альбом, фотоальбом, выпущенный в Берлине в 1942-м. После того, как Крым захватили немцы. С претерином Геринга, да. И вот там фотографии Севастополь, что они с ним сделали. Собственно, немецкая фотография. Это ужас. Значит, это город новый. И там улицы вполне определенные, так сказать, да. А количество транспортов за 4 раза в 3. Проходи, Наташа. Вот. И поэтому там с транспортом тоже очень, с движением очень такие проблемы. Поэтому. Ну, у меня есть желание вести более уединенный образ жизни. Тогда Балаклава. Вот. Лучше всего Балаклава. Потому что я могу работать онлайн и практикой заниматься, и творчеством. Вот. Балаклава. Это, я думаю, оптимальный вариант. Ну, можно, конечно, еще... Ну, смотрите. Вот все южное побережье. Вот Ялта от Семеиза, да? Большая Ялта. Потом идет Понизовка, Кацавелли, Милас, Мухалатка, Оползневое. Вот в каком-то из этих, это маленькие такие аггломерации, да? Вот. Там продамилась еще отдача Путина. И там мало чего осталось. А вот Понизовка, Кацавелли. Вот такие моря. И народу... Все, Стополь, все-таки полмиллиона уже, больше, наверное. Понимаете? Поэтому... Ну, это не важно, это так. Мы отвлеклись. А когда думаете ехать? Ну, я заканчиваю тут дела по здоровью и рабочие дела. И после 2 апреля, в принципе, у меня уже здесь особо ничего не держит. Вот. А жильем как будете снимать? Да. Ну, вот это шерстяки. Сайт Балаклавы, там, все эти дела. Ну, и этих вот. Лучшее место Понизовка, Кацавелли, Балаклава. Вот это вот. В Форесте там слишком много народу летом. Ну, в общем, как-то так. Ну, смотрите, по здоровью вы закончили? Ну, я сдал анализы на гормоны и жду... Жду, мне скажут, надо ли делать МРТ головой. Угу. Вот. Если анализы хорошие, то зачем зря облучать голову? Ну, правда. Ну, хорошо, спасибо. Значит, практика остается, это уже хорошо. Да. Марта, расскажите нам повесть печального своих занятий. У меня все по плану. Или веселое? О! Нет, нет, у меня все по плану. Единственное, был провал на прошлой неделе. Три раза только было. Вот. Но могу сказать, что совесть мучила очень сильно, как никогда. Вот, поэтому на этой неделе догнала. Нет, у меня все по плану. Единственное, я хотела задать вопрос. Я каждый раз мучаюсь, можно ли шавасану или нидру делать в постели перед сном? Или это обязательно пол, а потом вставать и спать? Вы занимаетесь-то когда? Вечером в основном. Либо днем. В зависимости от того дома или нет. Ну, лучше, конечно, какое-то одно время. Но если вечером, а вечером когда? То есть, есть два варианта. Здесь можно позаиматься просто и потом лечь и все. Не, не настолько поздно, а вечером 7-8 после работы. Ну, смотрите, если вы делаете нидру, а потом спать, нидра в принципе она как бы освежает. И потом как бы… Ну, у меня часто после нидры я сплю, я засыпаю. Поэтому я засыпаю, я хотела спросить, я засыпаю, потому что я в постели и подушка и все такое. Либо это нидры меня сцепляет. Я пока не понимаю, потому что я ни разу не пробовала делать на полу. Ну, вы, наверное, выбирайте то, что более удобно. Хорошо. Ничего больше. Ага, насколько я систематически занимаетесь? Полностью, систематически. Кроме прошлой недели. У меня получается пять раз. Точно. Я прям просветление ощутил. Да. Слушаю вас. Спасибо. Спасибо. Передайте нашему коллеге. Представьте всех народу. Откуда вы? Славный город. Тула. Тула. Недавно я вернулся в Тулу. В 21-м году я путешествовал по работе и полгода жил в Крыму. Где? Это поселок Утес, под Алуштой. Там, где Санатор Утес? Да. О, и меня, княжная Гагарина бывшая. Ну, как же, знаю, знаю. Да, да. Там еще скалы и море такие. Да, да. Я туда поехал в 21-м году осенью. Из Москвы закончил. Дней на 10, но он решил остаться. И вот там полгода прожил. Так с какой целью вернулись? Там же хорошо. Ну, вернулся здесь в Туле. Дела нужно уладить с недвижимостью. Вот правильная тенденция. Народ к морю стремится. Это очень правильная тенденция. Вот. И был там, кстати, в 21-м году в январе встречался с Настей Черникой. Там несколько дней у нее... Настя перебазировалась. Она там, видимо, дом купила, я не знаю. Деревенька Ворон, по-моему. Да, да, да. У Классудака. Мы там проезжали, вот путешествовали с ней, там по горам лазили. Ну, ладно. Как ваша практика? Практика регулярная. Хорошо. Самочувствие, состояние, настроение. Да, да. Ровнее стало. Вот последние полтора года я нащупал, что я сразу перехожу, наблюдаю за дыханием, вдох-выдох, и прям внешний мир гаснет. Дыхание в ноздрях? Хорошо, да. Касание, да? Да, да. Просто наблюдаю, и через несколько асан я уже хорошо так отъехал и практикую. И практика регулярная тоже в этом состоянии, да? Да. Насколько систематически? Да, регулярно я ежедневно практикую. А по времени? Иногда. Полтора-два. Полтора-два. Нет вопросов. Иногда. Иногда несколько дней, там два, иногда три дня, вот не делаю. Ну, редко. И потом обязательно. Обязательно нахожу время, но у меня всегда по работе получается. Я и днем могу выделить время, и так хорошенько. Ну, да. Ну, то есть, держится все. Да, сейчас все держится. Ну, ладно, еще пообщаемся. Спасибо. Наташа, тебе скажете? Да нет, я не знаю, объясню. Ну, ладно, тогда давайте мы послушаем нашего коллегу. Ага, здрасте. Как ваша битва? Какая из них? С йогой? Ну да, мы пока об этом. Да, понял. Ну, я стабильно получается, я по утрам делаю асаны. Так. Каждый день. Он без перерывов? Без перерывов. Пока получается. Единственное, что у меня вот в пятницу работа, начинаются лекции с утра, я обычно так вот поставил, ну, в 9 утра, в 10, да, наделать. А вот вчера, а по пятницу у меня получается в 10 вечера только сделать. И вот этот день немножко у меня такое... Ну, может быть, то просто пропустить? А чего? Да жалко, я как-то вот уж вошел, так и пошел. Пошел и пошел. Не знаю. Не, ну, это, конечно, вы смотрите сами, но чтобы это не было принуждением. Наоборот, это ощущение, что чего-то не хватает, надо бы сделать, и тогда вот будет нормально. Ну, тогда допустимо. Вот так вот. Потому что так, как будто ты, ну, ощущение, что что-то не то. Ну, дай бог, ладно. Ну, может быть, это ощущение. Как общее самочувствие? Что-то чувствуется? Ну, меня удивляет, что, конечно, так без принуждения ничего. Вот я стал уже там руку класть на пол вот при этих возрождении, да что мне казалось, что это вообще как до луны. А вот оно спокойно, пошло-то совсем немного времени, а я уже могу спокойно там сидеть. У меня было там полметра, полметра, наверное, было до земли. Ну, ладно. Это меня удивляет, конечно, так странно. Но хочу сказать, что для меня это может быть больше какая-то, может быть, такая... У меня сознание не отключается во время. Ну, вы в этом плане человек крепкий, я вижу. Да? Как вы говорите, сознание крепко пришит от тела. Ну, к сожалению, может быть, да. Ну, ничего, это вопрос времени. Да? Я думаю так, что... Сколько вы занимаетесь на сегодняшнем? Ну, наверное, сейчас там 4, и это 2-6 штук, что ли, получаешь. Полтора месяца получается примерно. От трех месяцев и выше. Там что-то будет проявляться уже. Должно начаться. И у меня такие вот два вопроса. Да. Между асанами, вот я сажусь на стул, как вы сказали, да? Да. Сколько времени сидеть? Вопрос интересный. По ощущению или как? Вот вы сидите, расслабились, и начали чувствовать, что вот сейчас можете задремать. Вот тогда, наверное, хватит. А если чувство дремоты не приходит? Ну, тогда не больше 5 минут. Многое, понял. Понял, спасибо. Ваша задача, сейчас, ваша задача, собственно, забыть об окружающем мире, да? И из него как бы выключиться. То есть, я говорю, первое, что вы делаете в йоге, это внимание приносите в тело. И эта сфера восприятия сужается. То есть мы здесь живем, вот в этом мире, тут куча всего. Вот у нас, и все, и тело. И еще больше. Понял. И второй вопрос. Вот, займел такой нюанс. И, в принципе, до занятий я достаточно стабильно ходил в бассейн. Там 2-3 раза в неделю. Так. Сейчас у меня какое-то желание пропало. То есть, если я делаю с утра асану, у меня как-то уже и, ну, все, и график как бы сдвинулся, у меня нет этого ощущения, что мне туда надо идти. Не надо, да? Да, мне надо. Хотя, вот я думаю, может быть, стоит себя за... В принципе, это хорошее дело, плавание. Вы занимаетесь с утра, да? Я занимаюсь с утра. А в бассейн когда ходили? Обычно в 3-4 часа. Ну, знаете, я думаю, что сейчас у нас март, апрель, май. Ну, до лета можно, наверное, плюнуть, чтобы вас устаканилась йога, да? Ну да. А тут будет сразу две доминанты. Вот. Пускай в конце йога, а потом уже, может быть, можно будет и начать опять плавание. Спасибо. Что скажете, Анина, на практике? Ну, вообще все очень интересно, да. Во-первых, я стала заниматься дома постоянно. Раньше я этого не делала. Я любила заниматься в зале кому-то на занятия ходить. Сейчас я занимаюсь самостоятельно. Значит, я добавила инидру. Мне очень понравилось. Раньше я этого не делала. А сколько времени я уходит на практику? Я могу и пару раз в день позаниматься, и по два часа. Могу по полчаса, как идет. Мне просто доставляет это удовольствие. Когда все остальное не получается, значит, надо делать практику срочно. Ну, ладно. Насчет удовольствия тут... Да, изменений в теле, ну, вообще в голове, в осознании. Очень много, так как-то внезапно. Ну, на самом деле, практика должна быть, наверное, как... Ну, как бы не то, что должна. Но лично у меня такое отношение, вот... Я знаю, что там надо сделать, что это хорошо, и это полезно, и это приятно. Но два раза... Исправлюсь. Есть... Есть... Да, ну, в этом дело... Это, конечно, личное дело. Просто есть такая... Знаете, у японцев есть священная гора Фудзи, да? У них вера синта, да? Так вот, значит, каждый японец верующий должен раз в жизни подняться на гору Фудзи. Вот железно. И не говорят так, что тот, кто не был на Фудзи ни разу, тот дурак. Ну, хоть бы на массу этот дважды, а тот дважды дурак. Понимаете, да? То есть такой нюанс. Поэтому, конечно, хорошо для приятности, может быть. Если вам действительно приятно, там, получается, как... Ну, нет вопросов. Но так, чтобы займяться фундаментально, да? С подключением головы, два раза, наверное, это не надо. А в смысле, там, может быть, физухи. Это допустимо. Если это приятно. Ну, наверное, как-то так. Да, губа не дура, да, приятно. Понятно. Ну, ладно. Ну, хорошо. Еще какие-то вопросы есть? Все народ у нас молчалив. Может, нам рассказать что-нибудь? За жизнь или за смешное? Смешное? За смешное. Ну, знаете, это когда меня спрашивают вообще, ну, как это, трудно ли привыкнуть к йоге? Ну, к самим занятиям. Ну, конечно, трудно. Потому что вы, во-первых, никогда не делали. Во-вторых, ничего об этом не знали. В-третьих, все-таки систематическое усилие, оно, ну, достаточно, ну, серьезно, работа. То есть, каждый день, там, почти каждый, да, когда человек это делает, вот, это он должен привыкнуть к этому, это не так просто. Вот, получается, интересная вещь, что когда, кажется, человек говорит, ну, вот я вот, у меня то, у меня работа, там, где-то, куда я вставлю? Потом, когда он вставит, он что-то приходится перетряхивать, режим существования, да? А потом проходит время, и йога на человека действует, и он становится эффективнее в своих действиях, в поступках и в жизни. И в то же время, если он делает все быстрее, и время освобождается, становится больше, чем когда не занимался йогой, да? Она систематизируется, все устаканивает. Вот. Ну, а потом есть такая частушка, старинная какая-то, если вы тонете, и к дну прилипнете, полежите и на другое, а потом привыкнете. Как-то так. Так и здесь, только есть к плохому, а так к хорошему. Ну, к хорошему тоже непросто. Ну, ничего не пишешь. А так и дело обстоит. Все, спасибо. Расходимся.